здравствуйте сегодня мы будем готовить кизиловое варенье и соленый кизил который прекрасно подходит к рыбе промываем хорошо кизил я разделила его на две части у меня два килограмма из килограмма я буду варить варенье я делаю один к одному на стакан воды беру килограмм сахара и кладу кизил в сироп многие его пересыпают песком тогда ягоды немного сморщиваются пока они выдают свой сок выделяют свой сок поэтому я люблю класть его в кипящий сироп кизил варится очень быстро и очень полезно особенно зимой при простудах он содержит много витамина c кладем наши ягодки в кипящий сироп и дожидаемся хорошей устойчивой шапочки из пены вот как поднялась уже хорошая пенка кипятим буквально пару минут и сразу выключаем газ собираем накопившуюся пенку я собираю по старинке но многие сейчас и впитывают эту пенку покрыв варенье кухонными салфетками убираем нашу пенку и кизил будет стоять до остывания иногда его нужно перетряхивать из оставшегося килограмма ягод я удаляю косточки удаляю таким способом с помощью стакана катаем их по доске или можно положить любую тарелочку и вытаскиваем косточку просто катаем и вынимаем косточку кизил должен быть не твердым хорошо созревшим это наше варенье я его перетряхиваю и оставляю далее посыпаем наши ягодки солью соль можно делать по вкусу хорошенько размешиваем это очень вкусный соус к рыбе стерилизуем баночки кипятим крышечки и кладем наш соус в банке не до самого верху оставляем немного места так как во время кипячения там появляется пенка чтобы она не переливалась в это время варенье остыла я поставила его кипятится второй раз беру кастрюлю застилаю ее тряпочкой и ставлю стерилизовать баночки они где-то кипят 20 минут полчаса но хранить их нужно в холодильнике варенье получается очень красивый цвет кто пробовал знает что это довольно кислое варенье обычно мы любим вымешать в чай вот такие ягодки сохранились целиком совсем не сморщились пошла уже пена опять прокипятим пару-тройку минут и горячим соберем баночки я не люблю очень густое варенье поэтому кипячу недолго если вы любите варенье немножко густое кизил обычно многие люди варят как желеобразная его нужно подольше прокипятить я кипячу буквально пару-тройку минут после появления пены вот такой шикарный цвет ягодки остались внутри как свежие а это наш соус